Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Во всеоружии руководство города проверило готовность коммунальных служб к весенне-летнему сезону. Люди прошли обучение, техника прошла, технические осмотры. Какие дороги отремонтируют в первую очередь? Отчаянный домохозяин. Сотрудники департамента охраны задержали мужчину, который украл несколько пачек порошка. Через входную группу прошел, я за него, стойте, он стал бежать. Чем закончилась большая стирка? Тайны старого города. В Вабруйске обсудили развитие туризма. В нашем городе интересна его еврейская история, прежде всего, потому что она уникальна для Белоруссии. Стоит ли ждать с Гастрофест? А также прочные контакты, доступные препараты и майский экспресс. Белжеден назначила 75 дополнительных поездов на предстоящие праздники. В каком направлении? Курс на укрепление экономических связей. Президент встретился с послом Пакистана. На прочные контакты Беларусь рассчитывает и впредь, подчеркнул Александр Лукашенко. Наша республика готова двигаться по пути создания новых совместных производств в исламском государстве. Речь шла и о сотрудничестве стран, обстановке в регионе и позиции Белоруссии в вопросах мирного урегулирования конфликта в Украине. Все, что происходит в этом регионе в связи с конфликтом, в том числе России и Украины, вы об этом также хорошо осведомлены. Но если у вас будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Но нашу принципиальную позицию вы должны знать. Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях. Мы за мирное урегулирование этого конфликта. Мы не приемлем никакой войны. У нас это на генетическом уровне. Мы прошли в середине прошлого столетия тяжелое десятилетие. И оно нам стоило третье население. У Минска и Исламобада отлажены экономические контакты. Товарооборот набирает силу. Только за год рост почти на 80%. Основа нашего экспорта – техника калийной удобрения и предовольствия. Хорошего сезона. Мэр города проверил готовность жилищно-коммунальных предприятий к работе в весенний-летний период. На площадке ДЭПа выстроились тракторы, самосвалы, мотокосы и уборочные машины. Особое внимание Александр Студнев уделил исправности технике. Об открытых вакансиях Максим Кембель. На календаре весна. А значит, для коммунальщиков началась горячая пора. К битве за чистоту и порядок нужно подходить во всеоружие. И здесь проверка готовности служб точно не лишняя. Вопрос контролируют на самом высоком уровне. Отсюда и такое пристальное, порой щепетильное внимание со стороны руководства города. Мы ежегодно проводим осмотр техники, которые выставляют на линейку. Люди прошли обучение, техника прошла технический осмотр, то есть готова к работе. Что касаемо техники. В этом вопросе специалисты не экономят. Парк постоянно пополняется новыми машинами. В этом сезоне закуплены 6 мотоблоков и 9 триммеров. В приоритете отечественные производители. Беларусь 422. Производство Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Машина универсальная. Область применения от сельского до лесного хозяйства. Специалисты отмечают он просто эксплуатации и обслуживание. Современная техника это огромный плюс. Но без людей она лишь груда металла. Поэтому особое внимание кадрам. По основным специальностям укомплектованность почти стопроцентная. Чего не скажешь о косцах травы. При том, что условия плата труда на высоком уровне. У нас висят и на центре занятости заявки наши на прием косцов именно. Но пока, к сожалению, то ли сезон не начался, но в принципе и прошлый сезон показал, что не особо люди идут. Хотя в сезон у них зарплата в среднем колеблется от 600 до 1000. Качество дорог еще одна актуальная тема. Руководство города анонсирует. Планы серьезные. Обновятся все основные транспортные артерии. Уже сейчас специалисты срезают старые покрытия на Ульяновской. Ну а полным ходом работы начнутся в середине апреля-начале мая. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это вовсе не миф. В одном из магазинов города мужчина украл несколько пачек стирального порошка. Инцидент произошел в среду в седьмом часу вечера. В торговом центре сработала тревожная кнопка. Когда на место прибыли сотрудники департамента охраны, нарушителя удерживал персонал. Общая сумма украденного более 150 рублей. Собралась домой выходить. Вижу, когда молодец человека шепчутся и говорит, выноси. Через входную группу прошел. Я за него. Стойте. Он стал бежать. 40-летний местный житель нигде не работает. Ранее неоднократно судим. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Действием задержанного будет дана правовая оценка. Посевная компания, доступные препараты и отечественная продукция. В Беларуси стартует сезон весенних ярмарок. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси засеяно более 30% площадей. Основные работы сейчас ведутся в южных регионах. Перед аграриями стоит серьезная задача по обеспечению внутреннего рынка. В планах и наращивание экспортного объема. В этом году под ранние яровые отведено почти 650 тысяч гектаров. В ход посевной мониторят специалисты госконтроля. В стране пройдет патриотическая акция «30 дней до победы». 9 апреля начнется работа диалоговых площадок. Состоятся также встречи с узниками концлагерей. Старт движению даст автопробег. Вся информация о датах, местах проведения мероприятий и участниках на сайте Мингоросполкома. В республике до конца года запрещено поднимать стоимость ряда препаратов выше 1,2% в месяц. Увеличение допускается только по согласованию с комиссией по вопросам госрегулирования цены образования при совмине. Задача – не допустить дефицита и одновременно поддерживать рентабельную работу предприятий. БелЖД назначило 75 дополнительных поездов на майские праздники. Увеличено количество составов, курсирующих между Минском и Брестом, Витебском, Гомелем, Могилевым, Пинском и Костюковичами. Западные и восточные регионы свяжут еще один поезд – Гродно-Урша-Кричев. Билеты уже в продаже. В Беларуси стартует сезон весенних ярмарок. Здесь свою продукцию предложат хозяйства, ремесленники и индивидуальные предприниматели. В ассортименте мясо, молочка, рыба, мед, саженцы и другие товары отечественного производства будут организованы как выездные, так и ярмарки выходного дня. Шалом, мой друг! В Бобруйске обсудили развитие туризма. Самое востребованное направление – оздоровительное, религиозное, деловое и культурное. Только в прошлом году город посетили свыше 26 тысяч туристов. О будущем уютного уголка Синёкой Карина Гуревич. Бобруйск прекрасен во всем – от архитектуры до культурного разнообразия. Это город, о котором ходят легенды. Как туристический край он интересен особенно. Но чего не хватает уютному белорусскому уголку? Именно этот вопрос обсудили в художественном музее. За круглым столом – администрация представителей организаций и бизнес-сообщества. Звучало много предложений. Нужны какие-то, на мой взгляд, какие-то проекты, которые позволили бы не горожанам нашим, да и горожанам тоже, узнать о туристическом потенциале Бобруйска. В нашем городе интересна его еврейская история, прежде всего, потому что она уникальная для Белоруссии. Сейчас разработано около 10 туристических маршрутов. Среди них – тайны старого города, культурный Бобруйск, патриотический, исторический. В этом году создан и совершенно новый «Шалом, мой друг». Программа, правда, еще в разработке, но уже включена живая еврейская музыка, дегустация национальных блюд и мастер-классы. Каждый турист знает, чтобы окунуться в реальную атмосферу города, нужно услышать его историю. Узнать поближе Бобруйск поможет краеведческий музей. К примеру, здесь можно рассмотреть настоящую архитектурную жемчужину – крепость на детально проработанном макете. Сегодня строгость современных многоэтажек гармонично сочетается с уютными кирпичными особняками и деревянными домами. Об этом хорошо известно тем, кто здесь родился и вырос. Неповторимый колорит старого Бобруйска хранит в себе память 634-летней истории. 179 памятников архитектуры, 14 внесены в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Каждый город должен иметь свое лицо. И тогда он становится узнаваем для тех людей, которые впервые его посещают. И каждый, который живет в этом городе, он, конечно, переживает за то, в каком он состоянии, что хотелось бы изменить. В лучшую сторону, конечно. Это дело каждого нормального гражданина. В прошлом году город на Березине посетили больше 26 тысяч человек. Из них каждый пятый – иностранец. Самые востребованные направления – оздоровительное, религиозное, деловое и культурное. В ближайшее время особое внимание планируют уделить и гастротуризму. Чтобы не ждала Бобруйск в будущем, гостям здесь рады всегда. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Все в наших руках. В Могилевской области проходит акция по профилактике острых кишечных инфекций. Правильные привычки нужно прививать еще с детства. Поэтому особое внимание уделяют школьникам. В игровой форме ребятам рассказывают о важности личной гигиены. Показывают на практике, как правильно мыть руки и почему пропускать этот ритуал опасно. Острые кишечные инфекции являются достаточно распространенным инфекционным заболеванием, которым вызывают микроорганизмы и бактерии, и вирусы. И среди симптомов мы можем наблюдать дегидротацию, то есть обезвоживание организма, повышение температуры и достаточно много симптомов, таких как рвота и диарея. Соблюдать меры профилактики важно. Необходимо мыть не только овощи и фрукты, но и куриные яйца. Плюс в преддверии летнего сезона медики призывают осторожно выбирать места для купания. Большую роль играет качество воды, так как избежать ее попадания в организм невозможно. Это все события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!